Субтитры делал DimaTorzok Игры команды E-Lab и Mimr, далее Dark Passage и команда Level Up И потом опять же субмарины будут играть только против команды E-Lab Ну вот, группы А, группа Б будут у нас сегодня сталкиваться Поэтому я думаю будет много интересных игр, много Best of 2 серий у нас сегодня намечается Поэтому далеко не расходитесь, чаек, печенюшки, все дела, запасаемся и переносимся на игры Давайте уже посмотрим на пики бана, которыми нас команда, надеюсь, порадует Команда GoToOlimp и команда Yellow Submarine встречается у нас Yellow Submarine у нас наверху Команда GoToOlimp, которая написана у нас тут, Warhol's Punch На самом деле они GoToOlimp Внизу находится, ну и посмотрим, что же ребята забирают, что ребята отправляют в бан То есть они не хотят это видеть в игре Ну и давайте все-таки посмотрим В Йелл Субмарин команда забирает себе Оракула, забирает Дарксира и Спиритбрейкера, команда Голту Алимп забирает Кункевича и Суардара, в бан отправляют Дрор Рейнджера, Алтол Девоура, Хускаря и Морфлинга, команда Йелл Субмарин в бан отправляют Ценкинга, Виспа, Джиггернаута и Лайфстилера. Вот так вот выглядят у нас пики бана, на данный момент еще Тускаря себе добирают команды Голту Алимп, и что с одной, что с другой стороны уже огромная агрессия. У команды Йелл Субмарин этот Братрум с Дарксиром, который будут бегать, который Братрум под Щеточком будет раздавать очень много и очень больно, тем более то, что у команды Голту Алимп три милишника, и это очень уже неприятно будет против данного коллектива, но не будем забывать то, что у Суардара есть такая замечательная вещь, как Амплифай Дэмэдж, Пака еще забирают себе команды Йелл Субмарин, ну и что интересно, кстати, команда Йелл Субмарин против команды Голту Алимп встречались довольно недавно, и... Команда Голту Алимп проиграла встречу со счетом 2-0. Сейчас даже, наверное, вспомню, в каком противостоянии они сталкивались, точнее, в каком турнире. Да, вот, Дота Тут Дейнджер, они встречались, и вот 2-0 ребята из команды Йелл Субмарина держали победу, забрали себе в копилку очередную победу над данным коллективом, тем более. Поэтому ребятам из команды Голту Алимп надо сейчас будет немножко попотеть, постараться, чтобы взять карту хотя бы одну, это уже для них, я думаю, будет достижение, если судить по прошлой игре. Но забирают себе Леона пока что, не Картова, забирают себе пока что Леона, поэтому посмотрим, что будет у них дальше от баня Темплар Ассасин, последний бан от команды Варлос Панч. Вообще, дополнительного времени ребята из команды Йелл Субмарин не тратили. Быстро принимают решение, кстати, интересно, товарищ Артас у нас выступал на WESG за команду Нерусь, и выступал довольно успешно, поэтому сейчас посмотрим, как он будет выступать на StarLadder Pro League с сезон 16. Первая игра у нас стартует, дорогие друзья, в скором времени пока что вот бан и пики. Фантом Лансер отправляет бан команда Голту Олимп, и остается по последнему пику. Ну что у нас здесь? У нас здесь выступает Дарксир в роли Хардлейнера, Спирит Брейкер и Оракл будут товарищи Роумищи, Пака отправят на Мидлейн, и остается Коргерой какой-то для команды Йелл Субмарин. Команда Голту Олимп, кого они забрали сейчас. Леон и Тускар у них, скорее всего, будут в роли Роумищих товарищей. Леон саппорт пятой позиции, Тускар четвертый Суардар отправится в Харду, Кунка на Мид, и остается им также Хардкерик какой-либо. Сейчас посмотрим, кто это будет выступать. Что с одной, что с другой стороны, пока что тактика не очень понятна, потому что, ну, сколько было стратегий использовано на WESG и остальных турнирах, ну, вот таких вот комбинаций пока что я не видел. Не, по отдельности, конечно, да, каждый герой очень серьезен и может вливать какую-то пользу, но как это будет выглядеть вместе, пока что непонятно. Не, ну, в принципе, Тускар может вкатываться с Сноуболом, там, Суардар в нем сидит, Станчик или Леон выписывать далее, даже без появления какого-то Блинк Даггера Суардар с Тускарем могут довольно неплохо инициировать. Здесь же также Пак может инициировать очень хорошо Спирит Брейкер, Дарк Сир с появлением какого-то Блинк Даггера. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Фантом Ассасин забирает себе Голту Олимп, отправит ее фармить. Скорее всего, не думаю, что это будет Фантомка у нас медовая, потому что Кунка есть, и Кунка, в принципе, против Пака будет довольно неплохо стоять за счет того, что у него и ХП побольше там, чем у Фантом Ассасин. Да, там есть Миссы, да, там есть Даггеры, которым можно откидываться, но не будем забывать то, что у Пака всегда есть Шифт, который всегда очень приятно уворачиваться от таких вещей, как Даггеры, а вот Тайт Брингером Кунка может и поспамить, поэтому будет неприятно Паку стоять против него. Ну, не то, что неприятно, но неприятнее, чем против Фантома Ассасин. Ну и последний пик для команды Йелл Судмарин, и карта начнется уже после этого. У нас первый раз ребята использовали это дополнительное время, сейчас посмотрим, ну, кто у них может выступать вроде в роли Хардкери. Фантом Ассасин забрали, против этого надо как-то сражаться, может быть, ну, не знаю, надо какого-то ранжевика забирать, потому что, в принципе, торговать лицом есть кому, есть кому кайтить, есть кому сейвать. Тут уракол довольно неплохо заходит, Хускарь у нас в бане, Фантому Ассер в бане, кого сейчас можно, в принципе, даже и непонятно. Фейслис воет, давно подзабытый воет Керри, которого давно не забирали на эту позицию, все время его на харду отправляют в соло. Ну, вот нет, здесь уже, в принципе, не зайдет, наверное, потому что надо побыстрее расфармливаться, и, в принципе, урона в хроносферу, ну, не так много, что можно влить. Есть пак, конечно, да, может арбой там подкидываться, есть дарксир, который может стянуть. Щеточек очень приятная вещь дарксировская, но дальше, чем сражаться, пока что непонятно. Ну, и вот, думаю, думаю, очень много времени дополнительно тратят на именно этот пик, но, в принципе, они могут подумать. Может быть, ребята уже все решили, и сейчас просто обсуждают стратегию. Хотя, команды знакомы друг с другом, команды уже играли, и знают стратегии, на что можно рассчитывать. Это сларк от команды Yellow Submarine, ну и... Что? Первая карта... Команда GoToOlimp и команды Yellow Submarine стартует прямо сейчас. Ну, когда ребята разберут персонаж, тогда и стартует. Сларк, да, довольно неплохо, Арт забирает себе его, отправится фармить против Фантом Ассасин. Довольно неплохо заходит. Единственное, что минус в том, что здесь есть Леон, здесь есть Свардар, здесь есть Кунка. Три таких неприятных стана... ...которые против Сларка очень неплохо заходят так. Потому что, хоть ты в Шадл Дэнсе, хоть ты не в Шадл Дэнсе... ...в принципе, что, Кунка может Торрент кинуть, Леон также может подкопать в Шадл Дэнс Свардар. С Танчиком откинуться, и если Дарпак прожать не успел, то вот стоишь. Шадл Дэнс ты проюзал, ну и вот ждешь, пока он закончится, все равно на месте. И тебя легко подцепить. Поэтому, не знаю, не знаю, как будут отыгрываться. Но, в принципе, Артас товарищ у нас скиловатый. Поэтому, я думаю, он знает, как играть на этом персонаже. И не будет вот таких вот проколов у нас с Шадл Дэнсами, с Дарпактами, чтобы там после него стант прилетал. Хотя, ребята из команды Warhol's Punch, они же Go to Olymp, в принципе, должны оправдать свое название. И отправиться к Олимпу, и сейчас одолеть, может быть, или показать борьбу против команды Yellow Submarine. Ну, посмотрим. Надеемся, то что... Неважно, кто победит, надеемся, игра будет красивой. Первая игра у нас, Best of 2 серия. Либо ничья, либо победа останется за каким-либо из коллективов. Ну, вот, ожидаем. Пока что пауза у нас в игре. Можно пройтись по сетикам. Кто приобрел за последние обновления, за последний компендиум. Никто ничего не приобрел. Есть у Фантомки Аркана, этого хватает. Ждем, 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 ждем. В принципе, можно пока, думаю, представить, кто на ком будет играть. У нас Тускар вылетает из игры. С Тускар я хотел и начать. Скрин будет играть на Тускаре. На Свардаре у нас отправляется 11 бэк. На Кунке будет играть Срайзен. На Леоне Капитан Лав. И на Фантом Ассасин будет играть Линтек. Команда GoToOlimp. Ну и подлодки Артас будет играть на Сварке. На Дарксире I'm Fine. На паке Богдава. На Оракле Keep Calm. И на Братруме будет играть Пиранья. Команда Yellow Submarine. Ну и вот представили. И в принципе-то и заняться-то и больше нечем. Потому что что тут обсуждать? Тут команды вроде как вообще первый раз на Pro-серии. Встретились. Можно в принципе моменты прочекать. Ну да, ребята не встречались. Последнее время. Друг с другом на Pro-серии. Последняя их встреча была именно на том турнире, который я тогда озвучивал. Поэтому вот так вот. А не Русь у нас, как они отыграли? Этот момент я немножко подзабыл. Не Русь же у нас играли довольно неплохо. На украинских квалификациях. Ну, на украинских. Или на русских. Не Русь вот. Нет, украинские квалификации. Отыграли. Победили такие команды, как VLP, команду Anima XX. АСЛ-ов они отправили домой. Ну, как домой? Не то, чтобы домой. А, ну вот. Да-да-да. Был матч за третье место между командой Anima Imperial и командой Не Русь. Командой Не Русь одержали победу в этой встрече. Потому что у нас украинские казаки не смогли отправиться. Ребята сказали то, что... Ребята из Веги сказали, что... Мы лучше... Будем готовиться к каким-нибудь другим турнирам. Но вот такие нам миксы не нужны. Нам нужно готовиться именно непосредственно к таким встречам. Глобальным и между нашими... Между нашим составом. Ну что, пауза у нас отжата. Можно уже посмотреть на первую игру. Первое противостояние. Best of 2 встречи. Между командами Yellow Submarine и GoToAlimp. Ну что, разбегаются. Расбегаются ребята по рунам. Скорее всего, сейчас встречи никакой у нас не будет. Потому что ребята в последнее время пытаются это избежать. Тем более у нас тут Тускар уже переместился на нижнюю линию. Хотя перемещается потихонечку к центру. И вардов никаких не поставил. Не знаю, что он туда. Перебежал. Сноубол у него есть. Вкачал уже сразу. Смоки прожимают. Здесь ребята из команды... GoToAlimp. И выходят потихонечку. Неужели у нас здесь сейчас будет встреча? Пока что смоки не палятся. Стоят на хайграунде ребята из команды Yellow Submarine. Заходят здесь пока что нас сзади. Пытаются обойти. Тут Сларк может всю движуху спалить. Все смоки кликают. То, что давайте сюда подходим. Смоки палятся здесь. Заканчивается Скрин. Может пытаться подцепить Артас под щитком. Начинает здесь пробивать. Сразу чардж делается. На хиксе Сларк. Так, Форчуну Сент отлично прилетает. Можно цеплять дальше. Пиранья бежит до конца. Бежит и пытается сжечь щитком. Тут и Арба прилетела. Капитан Лав пытается подцепить. Здесь прыгает. Все-таки Багдаша пытается с руки Капитан Лава. Пару ударов. Буквально остается последняя тычка. И умрет здесь лезть Леон или нет. Нет, не может здесь добить Леона. Все-таки. Но на Скрине на Форчуну Сент прилетает отлично. И Пиранья делает Ферст Блат. Ферст Блат и все каленые из команды Go to Olymp. Сейчас надо разбегаться по линиям. Как-то Леону уже бежать на базу как-то регенится. Но может быть да, подблочить. А потом отправляться регениться и уже телепортироваться на базу. Ну да, уже телепорт уже приобретен. Поэтому я думаю это будет сейчас быстро сделано. Хотя Фантом Ассасин если посмотреть, то непонятно пока куда будет отправляться. Здесь Кунка находится. Кунка пытается посражаться с Баратрумом. У которого в принципе на 20 хп это всего лишь поменьше. Я думаю Баратрум один из самых жирных. Ну да, один из самых жирных. Но Кунка не так далеко от него отстает. Так, в общем Сэнд прилетает по Свардару. Но Свардар откидывается с Танчиком. И в принципе на этом Драка и заканчивается. Артас тут будет фармить. Артасу Свардару я не думаю то, что будет мешать. Тем более под Оракулом. Который будет постоянно закидываться. Постоянно мешать ему. Здесь у нас Драксир вместе с Баратрумом. Которые будут ну очень сильно мешать фармить Фантом Кей вместе с Тускарем. Как-то получать уровень скрину. Будут очень сильно мешать. Здесь же Леон, который в принципе я не знаю сможет ли чем-то помешать. Дагерами, Дагерачками откидывается Фантом Ассасин. Здесь же Пиранья просто на мужика идет. На мужика идет на Фантом Ассасин. Также продолжает получать по лицу Дагерами. Но вот нету единственный минус наверное что. Стиков. Ни у одного и ни у второго. Потому что здесь будет большое количество скиллов. Мне кажется проюзно. От одной Фантом Ассасин. Постоянные Дагера летят. И стики бы быстро заряжались. Ну вот нет. Не приобрел. Ну и вот его право. Конечно же. Пак продолжает фармить. У пака это все довольно неплохо. Одного крипа всего лишь забрал Кунка. Здесь откидывается арбами Багдаша. И стоит очень-очень хорошо. 7-2 имеет статистику по крипам. 2-1 Кунка в свою очередь имеет. Качал. Да. На двоечку взял Тайт Брингер. Но пока что вот не хватает этого. Здесь могут сейчас Бека подцепить. Нет. Так не цепляют. Бек просто-напросто отходит. Отходит. А теперь нападал. Нападал на Оракула. Ну здесь наверное все-таки ничего у него не получится. Потому что в любом случае урона не хватит. И башки не вкачаны. А с руки ты будешь пробивать очень-очень-очень долго. Чардж. Что он? С чардж. Проюзал брат. Ром будет ли бежать до конца. Бежит. Сноубол ловит. Пиранья. Продолжает. Даггером получает по лицу. Здесь Амфайн. Продолжает нарезать щиточков. Еще и Крип бежит до конца. Гейминг тут. Но это первые щиточки. Первые щиточки. А когда появятся вторые и там третий в процессе. Это будет очень больно. Как с этим справляться пока что непонятно. Потому что спирит брекера пробивать нечем. Пиранья просто отдается. Говорит. Мне не хватает маны. Амфайн. Здесь есть в любом случае хекс. Я не думаю то что есть чем подцепить. Хотя Тюа начинает пробивать. Вот так. Прожимает. Ну вот. Вот да. Вот стики. Берет всех здесь. Просто в сноубол. Тускары с руки забивают. Дизраб. Дарксир. Вот так вот. А я говорил. Сурдж есть. Вот он Сурдж. Хорошая игра. То скорее. И забирает фракция в копилку команда. Гоу ту алим. Здесь же прогоняют Свардара. Сварг спокойненько фармит. Артез получает свои левелы. Свои артефакты. Четвертый уровень практически он имеет. Ну и что то надо с этим делать. На чарж прибегает. Тут спирит брекер. Айрон щит на нем навесили. Баши работают. Но нет. Продолжения никакого нет. Но вот на это и приоритет у СНГ доты нашей. Что постоянно какие-то замесы. Этого не было бы у нас в европейских квалификациях каких-то. Не было бы в американских. Ни в каких не было бы. Так. Перед брекер. Уже под вышкой. Летит сюда Тускар. Пирания получает хекс. Сурджу ему навешивают. И не попадает все-таки шардами здесь. Тускар. Хотя если бы попал. То наверное были бы большие проблемы. Здесь Сурдж. 6 секунд. Ламфайна. Надо что-то делать. Бежит на чарже. Братрум. Щиток получает. Продолжает здесь наваливать. Что одному. Что второму. Что третьему. Подкапывают Дарксира. Сурдж пытается на себя провесить. Стики прожал. Но не понятно. Получится ли у него уйти. Есть. Даггер пытается отпиться флаской. Здесь. Ой-ой-ой. Очередной фраг на Фантом Ассасин. Здесь еще и пытаются скрина забрать. Ну. Наверное. Все-таки не получится. Хотя. Сурдж навешивает. Тут Дарксир. Говорит. До конца гейминг. Поехали. Ну и Пака убивает. Пак вылетает из игры. Ну и никто на паузу не ставит. Минус 3 здесь на низу у нас происходит. Надо как-то уходить. Пытаться спиритбрекеру сюда. Потому что уже Фантомка летит. Ну и проедаться здесь нечем. Конечно. Надо закупаться. И умирать. Ну минус 3. Все равно довольно неплохо. Получилось у ребят из команды. Елл Субмарин. Что там у нас произошло на миду? Пак умер. Не покажут у нас. Пайдрика. Пак умер. И как это произошло пока что непонятно. Сордар находился у нас наверху. Я так понимаю. Может быть просто воспользовался моментом. Когда Пак вылетел. Ну. Что поделать? Что поделать? Паузу не ставят. Это у нас. Не интернешнл. Хотя могли бы и подождать. Что у нас тут? Продолжение. Самое интересное у нас на низу будет происходить. На низу постоянно какие-то встречи. Подкапывают Братруму. Братруму могут в принципе с Суржом дать дальше. Чтобы он убегал или чтобы он нападал. Потому что здесь под двумя щитками мы видим что происходит. 820 хп и 1060 просто на четвертом уровне. Без артефактов на хп. Ну что у нас тут? Перчаточка и Magic Wand статы дает. Ну и все. В принципе это плюс 7 сил. Ну что это такое? Ну и на этом и зарабатывается. Так. Здесь дартпак прожимает. Артас не получается словить Свардар. Ну и на этом наверное все. Есть ультиматив. Ну и у Артаса можно попробовать подраться. Но Пауз на единичку. Поэтому кулдаун не дождется. Здесь на чарджа бежит. До конца гейминг. Спиритбрекер получает сноубол. Здесь можно Фантом Ассасин все-таки забрать. Отличный подкоп от Леона. Продолжается здесь Свардар. Будет врыв. Стан замечательный подраксиру. Свардараксиру все-таки убивают. Подареншилдом все-таки спиритбрекер забирает Свардар. Собирает ли Свардар? Да. Здесь уже у нас минус 3. Попытаются еще и забрать Леона. У которого маны абсолютно нет. Щиточек пробивает очень серьезно. И это минус 4 трипл хил для Баратрума. У Баратрума практически 6 уровень. С появлением 6 уровня он уже станет невероятно опасным. Потому что здесь у Кунки что? У Кунки 7. У Кунки нет никаких артефактов. Даже Физой Лана сейчас появится. Но все равно. Все равно уходить от этого будет довольно проблематично. Потому что у Пака появился Дрим Койл. У Пака есть Сайлент, Сарба. Также Фантом Ассасин пробивать дальше. Вот 6 уровень спиритбрекер получил. Маны у него на чардж и на ультимативную хватает. Под щитком будет очень больно. Но он сейчас просто-напросто улетит. Отрегенит ману, отрегенит хп. И уже с чарджем начнут какой-то замес. В свою очередь же Дарксир получит 6 уровень. Дарксир подпушит здесь линию. И уже дождется Баратрум. Который нет. Который, смотрите, бежит у нас на мид. Ну и на миде сейчас будет стычка. На миде будет встреча. Леон также стоит. Будет, наверное, пытаться как-то засейвать. Но вряд ли, вряд ли он понимает, что здесь Баратрум бежит. Хотя Кунка уже немножко отошел. Не стал. Влетать. Влетал под смоками. Здесь Баратрум есть ультимативный. Фершинл Сент прилетает. Есть ультимейт по Кунке. Кунка корабль. Да, он наперед подкоп. Сразу же по Спиритбрекеру. Спиритбрекер возвращают. На Торренде подлетает. Здесь Пираня сейвать. Пытается его. Орако вот разрывает. Дримкоя у Леона. Леона погоня. Пытается так же. Сразу чардж. Очередной сноубол. Попадает. Тускоря. Тускоря. Спиритбрекер. Спиритбрекер пытается дальше пробивать. Шарды отлично прилетают. Ого. Как арбата по бэку дамажит. Но все-таки станчиком откидывается. Этого не хватает. Сардар также отправляют в таверну. Попытаться как-то продолжить здесь драку. Есть арба. Можно запрыгнуть на Кунка. Кунка. Нет. Кунка сейчас отрегенится и вернется. Ну не получилось убить Кунку. В любом случае даблкил оформить удалось. Ну и очередной разгон на Фантом Ассасин. Если ультимативно 36 секунд. Попытается без нее. Стеночка. Так. Баш очередной. И. Ой. Тут Оракул еще. Подошел Оракул. Что у Оракул? Пакелан-то ничего себе. 3.05 просто-напросто. Ну тут 4.11. Тут очень трудно с этим конечно справляться. По всей карте у нас происходит экшен. В чем я и говорю. Очень агрессивная комбинация. Что от одних. Что от других. Но пока что не получается реализовать свою комбинацию команде Go to Alim. Потому что у них в принципе есть Тускар. Который пытается. Он приходит на линию где уже происходит драка. То есть инициация происходит не от него. А Свардар так же. Свардар пытается. Там что-то причем. Сайд прилетает по Леону. Леоны сейчас быстренько заберут. Сюман утратит. Здесь его. Конечно же заберут. Хотя могут и Фантом Ассасин здесь. Раздать. Люлей. Там уже Оракулу пытаются забрать. До сих пор Леон. Как же он долго живет. Ну и на Фантомку так же можно влетать. Есть Чардж. Есть Кунка здесь. Вот что проблема. Да. Чарджем здесь на крест успеют ли посадить. Даггер прилетает. Ой-ой-ой. Какой Сноубол. Ну здесь Пиранья конечно же не уходит. Братрум отправляет таверну. Вслед за Оракулом. Но тут Дримкоил пришел. Пак. Попытаются кораблем попасть. Кораблем не попадает. Кораблем попадает в одного. Тускаря, который под Дримкоилом очень долго висит. Здесь Торрент не попадает так же. Под Хостой бегает Кунка. Как-то очень быстро. Ли он так же подходит. Ли он подкапывает. Дарксир. Дарксир пытается убить. Очередной Сноубол. Надо Тускаря отправлять таверну. Ультимативную Оракул вешает на Пака. Пак подкидывается на Торренте. Прыгать надо за Капитан Ловом. Есть ли Арба. Арба будет через секунду. Ну и это будет минус. Даблкил для Пака. Попытаться может быть еще и Кунку забрать. И уровень у Пака практически. Блинк Даггер. Три сотни монет буквально остается. Здесь Артас продолжает фармить. Никто ему абсолютно не мешает. Есть у него ПТ. Есть Аквилл Пурманшилд. И Клэймор. Практически выход в Шадоу Блэйд. У него сразу же чарджет Свардар на Свардар от Братрума. Братрум байтит на стан. Ну и что? Будет ли у нас Сноубол? Сноубол шардами откидывается. Не попадает по Спирит Брекеру. Под Амплифай дамажем висит. Так, Сноуболи летит. Подзабирает еще и Свардар. Свардар с танчиком откидывается. Также Даггер закидывает от Фантом Ассасин. И быстренько убивает. Да, убивает Свардар. Попытается еще Артас. Может подраться. Варлс Панч. Получает по лицу. Шадоу Дэнс. Скрин отправляет в таверну. Скрин убивает. Здесь подцепить может быть еще как-то Фантом Ассасин. Дримкоил пошел китсует Пака. Пак сразу прилетает по нему под коп. Еще и корабль Артас живой-живой. Просто телепортируется. Ну, два в два не получилось Фантомку забрать. Вот это самое обидное. Вся команда перетянулась и все-таки засейвали своего кор-героя. У которого, в принципе, очень плохая ситуация по крипам. Если посмотреть, в два раза больше просто Свардар перефармил ее. У Фантомки Курман Шилд ПТ Аквила. У Сварка Климор и практически уже Шадоу Бейд. Ну вот, я не знаю, что с этим делать. Ребятам. Из команды Гол Туалим. С этим надо как-то сражаться, что-то придумывать. Про хаст у них, в принципе, есть инициация, у них есть. Если они реализуют свои комбинации, то проблем у них не будет никаких. Но тут, блин, Даггер появился у Пака. Инициация уже есть от него, тем более. Надо пользоваться моментом, пока у кор-героев команды Гол Туалим нету артефактов. Нету артефактов, нету урона, в принципе. Ну, есть от магии, но это можно и выйдить. Тот же торрент, тот же корабль, тот же подкоп Леона можно как-то заивейдить и пытаться. Можно убежать от Пускаря, а не дать ему сном боли закатиться. Поэтому ждем, ждем, пока ребята из команды Ел Судмарин соберутся и начнут уже бегать как-то всем вместе. Уже у Пака Даггер. Ну, вот это надо как-то реализовывать. В смоках выходят ребята из команды Гол Туалим. Выходили они на Дарксире, который что-то понимает в этой карте, в этой игре. И просто уходят под Тир 1. Четыре минуты. Ого. Нас покинул. Кто-то из ребят команды Ел Судмарин свои посты решил просто уйти на четыре минуты. Ну, это такое. Ну, что пойдет. Наше дело малое, наше дело ждать. Кунка покидает игру. Ой-ой-ой-ой. Ну, что, пока первая карта за командой Ел Судмарин, конечно. Ну, преимущество пока что у них на их стороне. Но посмотрим, что будет дальше. Потому что Фантом Ассаси не будем забывать то, что Фантом, как и у любого. По старым таким предубеждениям. Потому что, ну, криты не контрятся. Криты очень-очень-очень трудно такие законтрить. Сколько бы у тебя там не было хп. Тот же Баратрум. Тот же Дарксир. Я уже озвучивал, что делать с этим Шадо Дэнсом Сварка. Там огромное количество станов. Которые, в принципе, да, уже и реализовали ребята из команды Голту Алим. Когда на топе была драка, Сварк просто хотел подраться. А получил кучу станов. И Шадо Дэнс у него закончился. Пришлось убегать из драки. Не получилось забрать Фантомку. Ну и на этом... ...то и закончилось. Но в любом случае есть пак. В любом случае есть Дарксир, у которых также отличная комбинация. Здесь вот этот Спиритбрекер в процессе будет терять свою актуальность. Так как он будет влетать, да. Он будет там раскидывать, он будет ультимативный. Выключать еще одного человека. Пытаться там как-то кого-то забашить и торговать лицом. Все, на этом его актуальность заканчивается. На карте где-то, наверное, минут через 10. Когда у Фантомки появится ХП там броня. Когда Кунг еще жирнее станет. Когда Свардар еще жирнее станет. Леона единственное, что может выключать. Пытаться как-то, потому что Леон жирнее станет очень-очень нескоро. Когда у него появится, может быть, какой-нибудь Аганим. Ну, до этого еще надо дожить. До этого дожить и после этого уже... ...говорить то, что давай один на один на СФах на миде. А пока что нет. Пока что... ...надо быть очень аккуратным Леону. Надо расставлять ворды. Надо предугадывать все вот эти вот передвижения Братрума. Потому что... Что Дарксир, что сейчас с Латаром Свард, что Паку, который, блин, Даггер, который очень мобильный. Единственное, что здесь Оракл не может такой мобильностью похвастаться, как все остальные его ребята из его команды. А так вот четыре человека, когда на тебя влетают, вот это надо либо предугадывать, либо видеть вордами. Сейчас мы видим что? Сейчас мы видим ворды, которые стоят один. Стоит на боте. Между тир-1 вышками. Один стоит на топе на реке. Ну, как бы все. Не все передвижения можно прочитать вот этими вот вордами. Один лежит в стэше. Вард, конечно, у Леона. Сейчас посмотрим, куда он его поставит. Есть еще... Обсерв ворд. Не понимаю, правда, единственное, что показывает ли кулдаун мне или нет. Но если показывает... А, да, показывает. Есть один. Ну и денюжка также присутствует. Надо, надо расставлять. Тем более, отличный ворд вот сейчас стоит у ребят из команды Йоу Судмарин. Он здесь один ворд. Ну и, в принципе, этого пока что им хватает. Ну а что? Они видят, они видят передвижение. Они видят, сколько человек сразу же передвигается у них по горочке. И можно уже сразу же делать разбег. Можно уже сразу же как-то с миды передислоцироваться к тому же паку вот на эту вот позицию. И там кого-нибудь попробовать забрать. Но сейчас посмотрим. Хотя нет, Смаках. Смаках здесь Леон. Смаках здесь Фантом Ассасин. И, по-моему, Кунка был. А, нет, Тускар. Тускар здесь тоже Смаках. Поэтому пока что на них влететь не получится. Но ожидаем, что поделать. Ожидаем. От нас тут мало что зависит. Будем ожидать. Пока ребята из Томан Йоу Субболин пофиксят свои проблемы. 0-5 идёт, Леон. Чё это ты, Леон? 0-5... Дорогой друг, 0-5 на Леоне сыграл. А? Капитан Лав. Ты мне жизнь испортил. Интересно. У нас минут уже прошло. По-моему, пять минут прошло. Возвращается у нас Артас, я так понимаю. Или кто у нас покидал игру. И переносимся мы на 12-ю минуту противостояния команд. Гоу-ту Олимп и команда Йоу Судмарин. Счёт 9-17. Команда Йоу Судмарин впереди. Первая карта. Бест оф 2 противостояния. Отлично. Скан был. Прочекали здесь ребята с командой Гоу-ту Олимп, которые находились в смоках. Ну и выход не получился. Кунка возвращается фармить на миде. Здесь может ещё и огрести Пак. Который находится... А, нет, здесь подходит. Подходит сзади ребята. Подходит Орку, который уже захиливает. Подходит Баратуром. Также телепортируется Дарксир. Ну и, возможно, у нас будет драка сейчас на миду. Только вопрос в том, кто синициирует. Что с одной, что с другой стороны должна быть отличная инициация. Единственное, что с Вардара нет. Здесь Amplify Damage надо раскидывать. Amplify Damage в драке нужен. Если его не будет, то драка может очень плачевно закончиться для ребят из команды Гоу-ту Олимп. Просто-напросто не хватит урона. А кто у них сейчас вносит урон? У них вносит кунка с Тайт Брингера. С Торрент он не вносит. Ну и с корабля вносит. Варвал с Панчем вносит. Тускар, который под Amplify Damage внес бы огромное количество урона. Леон Фингер имеет. И, в принципе, Фантомка просто с руки. Пока что довольствоваться надо этим. Поэтому надо какие-то такие микро-моменты учитывать, чтобы вот этого урона убить вам хватило. Может потому что и не хватить. Там есть Дарксир. Опять же, повторюсь, у него уже Мека. Там Спирит Брейкер, у которого 1480 хелс-поинтов. Просто-напросто. Как их сливать-то? По-моему, если весь прокаст влить, то этого не хватит. Акна Суарка в лед. Но этого не хватит. Чарж пошел на Суардар. На Суардар. Сразу же пошел. Ой-ой-ой, как много телепортов. Здесь прокаст-то влили. Но будет ли чем цепануть? Торрент. На Торрент никто не попадает. Будет ли закидываться шардами? Здесь на крест посадили все-таки Дарксир. Дарксир сейвает. Орку. Будет ли продолжение? Как-то прыгать. Чарж пошел. Чарж на Леона. Леона цепляют. Здесь Хекс перед Брейкера. Подкидывают на Торренте двоих. Здесь Фантом Ассасин убивают или нет. Она нет упрыгивает. Здесь пока что живут все из команды Йоу Субмарин. И уходят. Уходят. Перед Брейкер. Откидываются шардами. Очередный минут. Торрент три человека подлетает. Артус здесь караули, чтобы продолжения никакого на них не было. Ну и в принципе на этом драко, наверное, закончилось. Потому что ребята из команды Голту Олимп отбекали уже под свой Тир-3. На свой хайграунд. Ну и на этом все. Одним фрагом такой вот экшен у нас и ограничился. Ну как-то я не знаю. Очень аккуратно игра. Что одна, что вторая команда. Конечно, ребята из команды Йоу Субмарин показывают то, что ребят. Ну, как бы и доминируем. И как бы пытаемся поскорее закончить. Не хотим аккуратничать. Потому что я помню, шведы, по-моему, так играли на WSG. Они имели огромное преимущество. Но они, если убьют одного, то они не пойдут пушить. Они убьют одного и только пойдут подфармливать. И может быть какие-нибудь стаки подальше забирать. А эти нет. Они одного убили. Вон пошли, вышку забрали. Ну и в принципе это правильно. Это правильная позиция. Надо пользоваться моментом, когда у вас численное преимущество. Когда вы забрали такого важного героя. Там, по-моему, или у... А, Свардар. Свардар забрали. У который не сможет потом станчиком откинуться. Не сможет амплифай дэмэдж развесить. Все дела. Ну, огромный импакт вносит. Не то, что... Ну, мне кажется, все-таки пополезнее Братруму будет. Да, у Братрума там есть чардж. Которым он может влетать по всей карте. У него есть ультимативный. Который он также может дизейблить кого-либо. Но есть Свардар, который также станет. Станет по области. Коуда он в 8 секунд. Амплифай дэмэдж, который просто 10 брони тебе режет. Ну, это очень неприятно. Так, стоит Кунка. Кунку видит. Так, удары. Золотара. Продолжается. Арба. Корабль наперед. И Кунку отправляет наверх. Не попал, как говорится. Ну и... Что у нас? Конвейер гейминг сейчас пойдет, я так понимаю. Потому что ребята из команды Yellow Submarine опять очередной раз перемещаются к вышке. Очередной раз продолжают пушить. Здесь карта, наверное, закончится совсем скоро. Быстро у нас карта произойдет. Потому что огромное преимущество уже имеет. Давайте посмотрим на графики. Более 10 тысяч по золоту. По XP более 7,5 тысяч. Общую ценность открываем. Ну и тут Борода. Просто на 3000 больше имеет Сварг, чем Кунка. Ну и чем Хардкерри вражеской команды. Нет, решили не забирать. Попытаются сейчас забрать все-таки Свардару, у которого нет маны на отстан. Ультимативная вещь. Это Спиритбрейкер. И Свардара здесь никуда не отпустят. Очень быстро его отзбирают. Ну и можно, в принципе, эту вышку и забирать. Да, перемещается Артас здесь. А, Артас ищет новую цель. Артас хочет кого-то убить. Ну, Дулатара 10 секунд. Может быть, кто-нибудь и выйдет за это время. Но пока что нет. Пока что нет. Пока что он только палится на крипах вместе с Паком. Продолжается у нас противостояние. 17-ая минута, 29 фрагов у нас было за это время сделано. С обеих сторон. Поставил Сантричок здесь на подход Леон. Будут теперь знать, когда передвигаться здесь. Рядышком будет Сварк. Ну и контролировать как-то эти передвижения. Не знаю, как-то подуспокоилась у нас игра. Вроде как и вышки есть внешние у ребят из команды Голд, у Олимп. И есть кого убивать. Не зажались на базе. Те же. Тот же коллектив. Ну вот, ребята из команды Елл Судмарин, не знаю, приуныли, приутихли. Ну видят, видят. Леона поставили Апсерв. Будут ли цеплять кого-то на скрина. Прыгает Паунсом. Шарды. Здесь сразу же Дарфак. Стенка, стяжка ставится. Здесь Дарксиром. Будет ли Сурж. Какой-то Нортес. Вингерон Дед. Сразу же Шадл Дэнс. Скрин надо пытаться как-то цеплять. Дальше Арбой тут окидывается. Сатир. Убивает еще. И Пускаля попытается забрать. Как-то сбить телепорт. Нет, не получается. Фантомки. Ну это минус 2. Минус 2 саппорта. Ну это не киллы. Это не киллы. Тем более на нижней линии. Которая, ну не знаю. Она и пропушена. И все. Торрен. Так. Попадает здесь Пак. Пытается на чарже догнать Пунку. Пунку догоняют. Есть ультимативную еще у Спиритбрекера. Но не хочет тратить. Потому что здесь просто с руки подкуп. Отлично. От Леона сюда же прилетит. Сейчас Тускар попытается забрать. Нет, все-таки. Не получается забрать палец. А в инвизии здесь Сварк. Увидел то, что... Увидел то, что его караулили. Что его ждали. Ну и продолжения никакого нет. У Спиритбрекера сейчас в скором времени Блокинбар появится. У Пака. Я думаю Хекс. Хотя возможно Линка. Ну Линка, да. Я думаю Линка. Будет появляться. У Сварка. Появилась Эхо Сабля. У Уракла. Ничего не появилось. У него появилось очень много вардов. Что у нас у противоположной команды? Армлет у Кунки. У Фантомки Владимир и часть от Дезолятора, я думаю. Хотя возможно и Блокинбар. У Леона Варды. У Свардара. Свардара пытается выходить. Блинк Даггер правильный. И Тускар с Фейзами. В принципе на этом все. На этом все. Ну и быстренько пытается забрать вышку. Или попытается может быть убить здесь кого-нибудь. Стяжка довольно неплохая. Шар всех забирает. Никуда не улетает. Здесь Арта снова у ХП просто-напросто уходит. Нету ни Аигиса, ничего. Убивает Фантомку. Убивает Леона. Уже Шардами откидывается здесь. Продолжает набивать Спиритбрекер. Возвращает на Терен. Будет пытаться отхилить здесь Орку. Да, будет отхиливать. Отличный стан. Приобрел все-таки Свардар Блинк Даггер. Надо пытаться как-то уходить. Потому что Шардами продолжает откидываться. Очень мало холст-поинтов уже остается у всех. Просто Артаса возвращают. Артаса надо отхиливать. И не отдавать его. Потому что счет 2-0-7 у него. И день уже получит неприятное количество. Если начнут сейчас срывать стрики. Ребята из команды Гоу Туалим. Ну это обычная проблема. То, что вот вы раз стриг отдали. Два стриг отдали. И огромное количество денег ребята из команды Гоу Туалим бы восстановили. Хотя в последнее время субмаринцы перестали умирать. Это похвально. Хотя 21 минута, мне кажется, они могли закончить уже минуты 3-4 назад. Если бы никуда вот так не отходили. Ну им виднее они ведут. Значит они делают все правильно. Катаются смог ганг. Выходить здесь ребята из команды Гоу Туалим. Но возможно это последняя сейчас драка будет. Потому что если сейчас они никого не заберут. То я не знаю. Они в смоках. Они пятером. Они сейчас увидят кого-нибудь одного. Увидят как Арбой откинулся. Пакпак не спалил. Здесь смоки видел только что. Он видел то что Рошан пустой. И будут пытаться забирать. Но забирать будут кстати довольно быстро. Здесь Рошана под амплифай дэмэджем. Воров с панчем. И просто пантомкой с руки. Вместе с Владимиром. Ну вот Рошан падает. А ребята из команды Гоу Субмарин не видят этот момент. Не видят. Отдают Рошана. Не будут никак за него сражаться. И что? Неужели ни одного варда здесь нет? Здесь ни одного варда у субмаринцев нет. Арбой откидывается Пак. Видел то что здесь очень мало хп остается у Рошана. Может быть попробовать запрыгнуть что-то забрать. Попытаться его не получается. Корабль полетел сразу же наперед. Стенка стяжка пошла. Дримкоил сразу же по двоим. Арбой откидывается. Влетает сюда на Фантом Ассасин по чарджам. Нет по чарджам он прилетел на Леона. Леона убили. Но по пути еще и Фантомку. Откинул Фантомки Аегис. Аегис теряется. На Таорренте 3 человека подлетает. Надо пытаться как-то Фантомку убивать и прийти ей некуда. Убивает Фантомку. Это минус 3. После Аегиса. Я думаю сейчас будет Good Game Well Play. Чарджа пока что нет. Ну чардж есть. Но не видно куда разбегаться. Спиритбрейкер. Да. Это Good Game Well Play. Дорогие друзья. Первая карта за коллективом Yellow Submarine. Поздравляем. Отличная активная игра у нас получилась. 22 минуты. 22 с половинкой. Команда Yellow Submarine доминировали что в начале, что в конце, что в середине. Показали они хорошую игру. Показали отличную первую карту Best of 2 Противостояния. А я ухожу от вас на музыкальную паузу. И вернусь совсем скоро. Далеко не уходите дорогие друзья. У нас впереди еще минимум 3 игры.